Окей, господа, наконец-то, наконец-то мы с вами на короче. Короче, наконец-то у нас короче. Если вы в полном шокинг-доминии, куда вы попали, что вы здесь делаете, я вас напомню, 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 просто, к сожалению, очень тяжелый в прошлом деле, мы с вами вновь на ежедневном утреннем уроке по книге Китсур Шухана Рух. Напомню, что Китсур Шухана Рух, если такой большой перерыв вы забыли, это книга, краткий свод законов «Как быть евреем», одна из самых популярных и важных книг еврейской библиотеки. И мы с вами большие молодцы, потому что дошли до конца 73-й главы, сегодня с помощью закончим, а может быть даже успеем проучить и 74-ю главу, она достаточно короткая, и это мы сделали с вами уже за два с половиной года, учитывая, что мы с вами отвлекались на всякие там праздники и так далее, учили законы этих праздников и тому подобное, то мы действительно большие молодцы, даже сложно посчитать, сколько глав мы прошли. Но давайте перейдем к как таковому материалу. Мы, опять же, напоминаю, что если вы не помните, то мы учим 73-ю главу, пока что еще 73-ю главу, 73-я глава, пожалуйста, если вы подключаетесь с опозданием на наш замечательный зум, да, кстати, привет всем на Инстаграме, всем на Фейсбуке, всем, кто смотрит записи в Ютубе, всем, кто на колхозном зуме. Так вот, 72-я глава очень важна, она почти полностью, кроме последнего одного или двух занятий, выложена уже на моем канале Ютуба, подключайте, смотрите, делитесь, говорит о законах, как мы перед шаббатом, еще не в шаббат, перед шаббатом должны договариваться с неевреем о работе, пусть то работа на вас, пусть то работа в вашем офисе, пусть то работа с вашими инструментами или какими-то там приборами, машинами и так далее, еще раз хочу подчеркнуть, мы не говорим сейчас о том, как договариваться с неевреем о работе в шаббат, а с неевреем о работе в шаббат до шаббата, как мы договариваемся до начала шаббата. И последнее то, что мы с вами обсуждаем, это о том, насколько можно давать нееврею пользоваться вашими какими-то инструментами, приборами, машинами и так далее, которыми, если бы вы пользовались, вы бы нарушали шаббат, можно ли сдавать их, давать в аренду пользоваться неевреем, то есть в принципе проблемы особо нету, единственное что, что нужно договориться это до, не в пятницу, не в канун шаббата, а договориться об этом нужно еще как минимум в четверг, забрать же нееврей должен, если это там какой-то прибор, который у вас, отбойный молоток, я не знаю, то должен забрать его до начала шаббата. Также мы говорили о том, что если нееврей что-то сделал для вас, да, там шил костюм и так далее, но опять же не хочу сильно повторяться, хочу продолжить дальше, закончить сегодня главу и может быть даже не только закончить длинную 73 главу, а даже проучить достаточно короткую 74-ю, поэтому, пожалуйста, смотрите на моем канале YouTube, а там есть все занятия по Китсу Шханову. Итак, кто следит с нами по тексту, поехали, 73 глава, 11 последний параграф. Все то, что мы сказали по поводу сдачи в аренду каких-то инструментов, приборов, машин неевреев, мы сейчас не говорим о каких-то офисах, строительстве и так далее, именно о движимом, так сказать, имуществе, то, что в еврейском законодательстве называется металталин, когда мы обсуждали, каким образом можно сказать, что должно быть до шаббата и так далее, и вы хотите, естественно, получить за это оплату, что нормально, в свободной рыночной экономике стесняться этого не нужно, то вам нужно договориться об оплате так, чтобы это не была оплата за день, а было включено в остальные дни, что имеется в виду, что вы не можете сдавать конкретно на шаббат, вы можете сдать на неделю, да, и с учетом того, что в шаббат он тоже будет работать и платит вам, образно говоря, за 6 дней плюс 1 седьмая каждого дня за седьмой день, но нельзя сдать конкретно по дням или по часам, а должна быть общая сумма за съем за конкретный период времени, а не по дню. Например, сдаешь на месяц или на неделю. Это то же самое касается, кстати, квартиры, если вы сдаете вашу квартиру не евреем, вы не можете чарджировать по дням, чтобы был отдельный чардж, отдельная оплата за съем квартиры в шаббат. Должно быть за неделю, за месяц, и эта сумма должна быть то, что вы получаете за шаббат, вы не получаете за шаббат, а получаете просто потому, что в месяце есть шаббат тоже, но сдаете вы на целый месяц. Как это делается? И нужно сказать съемщику, за всю неделю нужно сказать, заплатишь мне столько-то, за месяц заплатишь мне столько-то. Или можно сказать, за два дня заплатишь мне столько-то, но нельзя сдать только отдельно на шаббат. Просто за шаббат деньги брать нельзя. То есть, давайте подумаем так, у вас, предположим, машина там, такси, и вы не работаете в шаббат и хотите сдать на шаббат. Вы не можете сдать только на шаббат свое такси. Им идет речь не только такси, любые инструменты, любое движимое имущество, о недвижимости мы говорили с вами раньше. То, что вы можете сделать, вы можете сдать на месяц или на неделю. И предположим, вы тоже работаете неделю, но оплату получается, что этот человек работает полтора дня, вы сдаете, допустим, на два дня. Но вы не можете взять именно конкретно оплату за шаббат. Этот шаббат должен быть частью какого-то более широкого временного промежутка. Даже если вы теоретически договорились аж на год, но при этом считаете, сколько дней, и таким образом оплату на год делите по дням. То есть вы, говорит Шуханоров, сдаете на месяц или на год, или на месяц, и за каждый день в этом промежутке будешь платить столько. То есть вы не чаржите оплату помесячно, а вы договорились, что он будет снимать на месяц, но платит по дням, все дни, допустим, что он или она использует ваш инструмент или вашу какого-то движимое имущество. Даже если он не еврей, съемщик ваших инструментов, платит это вам не по дням, а платит за все, за целый месяц, столько, сколько дней он отработал, использовал, нельзя брать отдельно оплату за шаббаты, потому что все вы считаете по дням. То есть если вы берете оплату за месяц, но по количеству дней, и в эти количества дней, которые используются ваши инструменты, входят и шаббат тоже, за шаббат вам брать нельзя. Если вы берете просто за месяц, вне зависимости, сколько дней было использовано, то тогда можно. И то, что называется беабла, это имеется в виду аккумулированное, можно сказать, аккумулированное. Оплату за шаббат, если неаккумулированное, нельзя. То есть имеется в виду, что это аккумулированная оплата в другие дни. То есть вы сдаете на неделю и не считаете, что за каждый день вы получите 100 долларов, а просто сдаете на 700 долларов. А если вы хотите, чтобы это было, вот, именно посчитать, сколько вы получаете за день, и сказать другому человеку, сколько вы получаете за день, то тогда вам на шаббат нужно сдавать бесплатно, а каждый день чарджить 6 плюс 100 разделить на 7. Я думаю, математика, арифметика, я бы даже сказал, достаточно ясна. Но конкретно за отдельный день субботний нельзя чарджить. Это касается даже инструментов, которые не связаны с нарушением субботы. То есть они не используются для нарушения субботы, ну я не знаю, там, практически любой, если захотеть, любой предмет используют для нарушения субботы, там, кастрюлю, нож и так далее. Или стол, да. Например, стол. Вы сдали стол. Стол сложно представить себе, как вы будете использовать для нарушения субботы. Да. То есть не сам стол, а имеется в виду то, что на нем вы делаете, вы можете нарушения субботы. Но сам стол, как бы и в Африке стол. Да. И если вы сдаете стол, тоже отдельно за шаббат получать оплату нельзя. И точно так же, это самый более, наверное, распространенный момент для на сегодняшний день, это сдавать квартиру, да. То есть мы сейчас уже говорим о Real Estate, да. Сдать комнату, но, или квартиру. И за шаббат оплату ренту получать нельзя. Поэтому евреи не сдают по дням, а сдают на период времени. И то, что там попадается в шаббат, это просто потому, что это период этого времени, даже если это неделя. А если вам нужно уже подписать какой-то контракт, то пишите, что за, допустим, вы сдали на неделю, вы получаете оплату за шесть дней и делите то, что вы могли бы получить за еще один день на эти шесть дней. Добавляете просто оплату по дням. Но, в принципе, так делать нельзя. Нельзя считать оплату по дням, чтобы включить сюда шаббат. Общая оплата за период времени. Ну, мы, конечно же, молодцы, потому что закончили 73 главу. Вряд ли мы успеем с вами закончить 74. Но куда нам деться, если у нас есть время с вами на инстаграме и на фейсбуке и на зуме, то мы хотя бы начнем. Потому что 74 глава очень прикольная. Иногда получаю вопросы. Сегодня это все более упрощено. Мы дальше увидим, почему. Это законы мореплавания в шаббат. То есть не имеется в виду мореплавание, а имеется в виду пользоваться пароходом, яхтой, лодкой и так далее в шаббат. Давайте общее правило. Идет речь не о том, что вы на катере своем покатаетесь или на рыбалку пойдете, а имеется в виду именно судно, которое не ваше личное, не для вас специально, а какая-нибудь баржа, паром, круз или исследовательский корабль «Королёк». Имеется в виду, что на нем, конечно же, есть еще другие люди, не евреи, и капитан у нас, конечно же, не еврей. Что в такой ситуации? В начале Равгансис опять говорит нам «Усё нельзя». Нельзя выходить в плавание на пароходе, лодке и так далее, не важно. Опять же, все это время, что там это не личное ваше, имеется в виду общественное какое-то там большое-большое судно. Как минимум нельзя выходить, только в том случае можно, если вы плываете за три дня до начала шаббата. В среду, то есть во вторник, можно выплыть, а в среду уже нельзя. Но если вы отправляетесь на пароходике, даже для выполнения какой-либо заповеди, и вам для этого нужно обязательно поплыть на пароходике, мы дальше будем говорить даже о том, что там просто в меня не где-то помолиться, но это в самом конце уже, да, то для выполнения заповеди можно даже до начала шаббата. Что имеется, давайте я в общем скажу, что имеется в виду. Имеется в виду, что вы заходите на пароход до начала шаббата и выходите с парохода после начала шаббата, хотя здесь тоже будут очень интересные отклонения, ну не столь релевантно на сегодняшний день, хотя может быть да. Теперь, более современные комментаторы говорят, что даже если это по бизнесу вы едете и так далее, все то время, что это не отпуск, вообще не проблема прямо в канун шаббата выплывать. Если в отпуск на Крузе, то позже, чем во вторник, выплывать не нужно. Но тоже сегодня есть определенные ограничения. Почему? Потому что, ну как бы пароходы немножко другие, а проблема в том, что если там долго плывешь, то ты можешь там волноваться, у тебя не будет нормального шаббата и так далее. Но в принципе лучше, если вы отправляете на Круз, выплывать в воскресенье, понедельник или вторник, зная, что вы на этом Крузе будете в шаббат. Не имеется в виду, что у вас много остановок, имеется в виду, что вы выплываете там вот, будете плыть 10 дней, да, и это включит себя в шаббат. На сегодняшний день Круз Шипс, я не хочу брать на себя такую ответственность, но слышал такое от более авторитетных раввинов, что если это Круз, который будет находиться в море в течение шаббата, то даже в канун шаббата можно выплывать. Главное, чтобы он приплыл потом в шаббат, после шаббата. А если он приплыл во время шаббата, вот это мы дальше будем обсуждать, поэтому не забегаем вперед, но дай Бог сегодня тоже обсудим. Выплывать на корабле по рекам можно даже в канун шаббата, все это время, что вы будете там соблюдать шаббат, а не будете там гудеть в дудок и дудеть в дудок. Даже если это такие вот, даже афганцы не могут себе представить, что в России были бурлаки, поэтому говорить здесь, что даже если эти корабли тащат за собой животные, ну или бурлаки, я не знаю сколько евреев плавал на кораблях, которые тащили бурлаки. Кстати, если вы посмотрите на картину Репина, бурлаки на Волге, то вы увидите, что за этим кораблем, который тащат бурлаки, идет пароход с этим самым, с двигателем и все такое. Ну, only in Russia, как говорится. На реках мы не так переживаем. Опять же, идет речь о том, что если вы плываете там в океаны, в море, длинное плавание, то это небезопасно и шаббат там может быть проблематично соблюдать. На реке здесь не столь проблематично. Третий парагог. В том случае, если можно выплывать в канун шаббата прямо в пятницу на пароходе, то есть если вы едете для бизнеса, если вы едете для митцвы или вы едете даже если, ну, не хочу, не хочу говорить о крузе, который выходит до того. Короче, ситуация, когда можно выплывать в канун шаббата. Здесь очень интересный закон о том, что если вы выплываете в канун шаббата и зашли на пароход, и он еще не выплыл, но вы на этом пароходе остались до наступления темноты, то есть уже до того, как вышли звезды, вам можно вернуться обратно домой. Имеется в виду место, где вы собираетесь, можете провести шаббат и потом вернуться на сам пароход в шаббат все то время, что для вас специально пароход идти не будет, даже если он выплывет шаббат. Давайте посмотрим, о какой ситуации здесь идет речь. Идет речь о том, у меня была такая ситуация лично у меня в нашем замечательном городе, в городе Герои Одессы. Пусть там всем будет мирно и хорошо. Так вот, мне нужно было выплывать в Израиль из Одессы. Это был 1993 год, по-моему. Я возвращался обратно домой в Израиль. И пароход должен был выплыть до начала шаббата. Ну, естественно, он выплыл из Одесского порта после начала шаббата. Но все то время, что вы заходите на пароход до начала шаббата и остаетесь там до наступления темноты, не только не проблема потом, чтобы пароход выплыл, а не проблема даже выйти с парохода, сходить в синагогу, вернуться на пароход, даже если он потом уплывет в шаббат, все то время, что вас лично не будут ждать и ради вас пароход не будет идти. То есть все то время, что просто пароход остается пришвартованный в шаббат, но вы туда зашли до начала шаббата, то можно выходить, возвращаться все то время, что, опять же, это находится на территории, в которой можно перемещаться в шаббат, не за пределами города. У вас есть место или там находится ваш дом, где вы будете проводить шаббат. Можно выйти и вернуться в шаббат. И даже если пароход уплывет в шаббат, все то время, что он не делает лично для вас. Дальше. Но если вы к началу шаббата выходили из парохода, с началом шаббата уже после начала, выходили из парохода, заходили домой, а потом возвращались на пароход, и пароход поплыл и приплыл куда-то в шаббат, вам можно выйти только на расстоянии четырех шагов от парохода. То есть по другому поводу, другими словами, в шаббат выходить с парохода нельзя, нужно оставаться на пароходе, если пароход куда-то приплыл в шаббат. И здесь я бы хотел сказать, что здесь даже не важно, выходили вы к себе домой, возвращались с пришвартованного корабля в шаббат или нет, если зашли до шаббата. Потому что на сегодняшний день пароход – это место, где может быть ваш дом, и вы можете там спокойно провести шаббат. То есть там есть каюта, стол, стул, там можно провести шаббат. Поэтому, если пароход выходит до шаббата, или вы зашли на этот пароход до шаббата, он выходит в шаббат, но пришвартовывается в шаббат, оставайтесь на пароходе. А если вы выйдете с пароходом, больше четырех шагов от парохода пройти нельзя. Поэтому ждите окончания шаббата. Ну, раз такое дело, давайте продолжим еще один параграф, последний параграф в этой 74-й главе. Если идет речь для того, чтобы выполнить какую-то заповедь, или даже помолиться в шаббат в Миньяне, то можно подниматься на пароход до начала шаббата и спускаться потом во время шаббата, если вы специально едете для этой заповеди. И опять же, то же самое правило, что евреи желательно зайти до начала шаббата, и потом можно возвращаться домой и заходить обратно, и все то время, чтобы остались на пароходе после наступления темноты, а потом, если даже пароход уходит в шаббат, не проблема. Теперь здесь я хочу обратить ваше внимание очень-очень интересный момент, на основе которого, например, на Стэттен-Айленде разрешают пользоваться общественным транспортом, бесплатным общественным транспортом, знаете, там поезд такой ходит, чтобы прийти в шаббат-синагогу. Почему? Потому что здесь, что здесь нам говорится? Идет речь о пароходе, который, катере, лодке, корабле, который плывет не для вас. Просто вот в Одессе были... Зачем в Одессе далеко ходить? Здесь у нас в Нью-Йорке есть эти ферри, которые ходят там с Раковой бич, там Дамбо и Уолл-стрит и так далее, прикольные такие штучки стоят копейки. Ну, идет речь только о том, что если это бесплатно. Теперь, вам нужно куда-то попасть на Миньян, и для того, чтобы попасть на этот Миньян в шаббат, вам нужно проплыть на этом пароходе. Этот пароход идет по расписанию, независимо от вас. Люди на нем тоже плавают, куда хочет и как хочет и так далее. И если соблюсти правила, желательно зайти туда до начала шаббата на этот пароход, дождаться там темноты, потом можно выходить и возвращаться, и все то время, что этот пароход идет не ради вас, не для вас, а просто по расписанию, и вы за это не платите, то можно даже в шаббат потом выйти с этого парохода, чтобы там выполнить заповедь, например, помолиться в Миньяне. А если пароход идет только для вас, лично для вас, вас подвезти куда-то в синагогу, это не общественный пароход, то еврею, конечно же, это делать нельзя. И вот, дамы и господа, мы молодцы, поплавали на пароходике. Спасибо всем, кто был с нами на Инстаграме. Закончили и 73-ю главу, и начали, и закончили 74-ю. Все большие молодцы. Всем спасибо, кто был с нами на Инстаграме. Оставляйте свои комментарии. Пока-пока. Если вы с нами были на Facebook или на YouTube, также делитесь, оставляйте комментарии. Буду рад ответить на ваши вопросы. Пока-пока. А если вы с нами еще на...